Задержанного силовиками генерала Кузнецова подозревают в получении взятки в особо крупных размерах, сообщили в Следственном комитете России. В ходе обыска у него изъяли более 100 миллионов рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши. По данным следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Светлана Петренко – официальный представитель Следственного комитета России из публикации телеграм-канала Следком. Ранее в коррупции, а именно в получении взятки в особо крупном размере более 1 миллиарда рублей, обвинили заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его задержали в апреле 2024 года в Москве. В военном ведомстве Иванов был главным армейским строителем. Близкие к ФСБ источники рассказали изданию The Insider, что Иванова предупреждали о прослушке. Знакомые в ФСБ предупреждали Иванова, что генерал Юрьев дает команды ставить его на прослушку, а он только ухмылялся. Он был уверен в заступничестве Шойгу и бравировал тем, что в кабинете Пескова бывает даже чаще, чем у министра. Из публикации издания The Insider. Несмотря на череду коррупционных скандалов в Минобороне, явные провалы на фронте, несменяемого Шойгу на пенсию не отправили. Он получил кресло секретаря Совета безопасности. Отставку Шойгу почти никто не предполагал, по крайней мере, вот такую близкую. И уж тем более никто не предполагал приход на его место Белоусова. Вот это, что называется, удивил, так удивил. Почему Белоусов? Ну, в общем-то, он занимался кураторством ВПК. И, видимо, поставки техники совсем не такие, какие хотелось бы Путину. И, собственно, вот этим курированием ВПК и поставок техники в первую очередь будет заниматься Белоусов. Белоусова выбрал лично Путин, поскольку войну нужно вести с холодной головой, пишет Блумберг. Решение Путина сменить министра обороны демонстрирует отчаяние кремлевского диктатора, считает представитель Государственного департамента США Ведант Паттл. Во воскресенье Путин назначил гражданского экономиста своим неожиданным новым министром обороны в попытке подготовить Россию к экономической войне, пытаясь лучше использовать оборонный бюджет и использовать больше инноваций для победы в Украине. Ведант Паттл, представитель Государственного департамента США из публикации агентства Reuters. Не только Белоусов, но и дети приближенных Путина пойдут на повышение. Так, Бориса Ковальчука, сына своего ближайшего друга, он предложил назначить главой счетной палаты. А сыну теперь уже бывшего секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Дмитрию приготовили место вице-премьера. А вот куда денут Николая Платоныча Патрушева, кого его судьба, вот это непонятно. Это, на мой взгляд, гораздо более важно, чем смена министров обороны. Патрушева все считали именно таким альтер-эго Путина. Но если так, то тогда очень может быть, что именно поэтому Путин его и убирает, потому что Совет безопасности, ну точнее аппарат Совета безопасности, не сам, Совет безопасности, это вообще три институции самых разных есть там. И совещание постоянных членов, и совещание, и заседание самого Совета безопасности. Но аппарат Совета безопасности мог превратиться, и, видимо, превращался в некий альтернативный Путину центр власти. Бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, которого часто называли одной из самых влиятельных фигур кремлевского режима и кошельком Путина, теперь будет курировать вопросы кораблестроения, пишет издание «Медуза». Юлия Грановская для телеканала «Фридом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова